Друзья, у нас в гостях музыкант, композитор, педагог, психолог, и вообще большой организатор, совершенно разноплановый человек. Андрей Кочкин, Андрей, у себя прошел концерт, который ты организовал для всех нас. Как прошло, как вообще? Ну, в целом я устал. Устал? Ну, конечно. Да, с такой же легкой усталостью и удовлетворение с хорошей сделанной работой. Я бы сказал так, это как голодный волк, знаешь, что-то съел, и заново хочется что-то еще делать. Поэтому это хорошая усталость. Друзья, те, кто не был на этом концерте, заходите на наш канал в Ютубе, канал 16, и смотрите этот концерт, был здорово. Ну, давай, рассказывай, с чем ты к нам пришел? Ну, я пришел, как полагается, с подарком, но всегда думал, какой подарок вам сделать. И хотелось бы подарить именно книжку о том, чьи песни, наверное, когда я был очень маленьким, звучали из каждого магнитофона, патифона в то время. Ну, правда, патифонов уже не было, но неважно. Они звучали везде, и, наверное, первые с творчеством, кого я ознакомился, и потому что его слушали и родители, и как бы и я тоже слушал, получалось, это был Владимир Высоцкий. Это книжка, вот этот журнал, брошюра, да, издание 83-го года. Так, уже раритет. В нем в основном, на самом деле, только фотоматериалы детские. Ну, естественно, для журналистов, возможно, будет интересно почитать, как раньше писались статьи. И история, в принципе, это важная вещь. Поэтому Владимир Высоцкий, издание в 83-го года, нашел у себя библиотеки. Друзья, слушайте хорошие песни Владимира Высоцкого, а мы пойдем писать. В России появятся роботы-полицейские, Саровского медведя иммобилизируют, и произошло два убийства. С вами в студии Александр Самофал. И Петр Смирнов. Это соседский Wi-Fi, подключайтесь. Александр, ты мне на неделе скинул новость про робокопов. Да, да. В нашей стране МВД сообщили о том, что в нашей стране появятся роботы-полицейские. Роботы-полицейские. Да, то есть... Настоящие. Как в кино. Как в кино, да. То есть они могут, как они объясняют, что этот робот может все-таки в любой сфере работать. Начиная там от полицейского, ГИБДД, в медицине и даже в миграционной службе. Три закона робототехники Айзека Азимова. Знаешь такие? Нет. Ну, там робот не может причинить вред себе, другому роботу и человеку. А, то есть... Да. Ну, такие вот фильм «Я робот» смотрел. Там очень хорошо эта тема раскрыта. Очень классный фильм. Ну, слушай, Лан, шутки в сторону. Значит, по словам представителей компании-разработчика, будет продано более 200 роботов промо-бот. Вот последней, четвертой версии. А какие до этого? То есть уже используют? Ну, видимо, да. Уже четвертая версия, можешь себе представить? Уже четыре релиза как минимум было. Значит, к 30-му году организация планирует встроиться в концепцию цифровой полиции. Ну, то есть это реально уже как бы будущее близко, да? Ну, практически, да. Но это ведь и плохо будет сокращение, ведь все-таки, наверное... Ну, скорее всего, да. Будет экономить на обычных полицейских. Помнишь, как в Робокопе было восстание полицейских участков, которые примкнули к протестующим за сокращение пенсионных выплат? Ну, просто, я так понимаю, робота, ну, все-таки эмоционально нельзя будет таять. То есть, если дамочка какая-то за рулем, что там как-то можно будет надавить на сотрудника, что... А робот сможет брать взятки? Вот это да, неожиданный вопрос. Наверное. Робот ГИБДД на дороге. Вот он тебя остановил, трубочку тебе предлагает. То есть, ему даже нельзя будет... Кармашек такой. Ну, тоже, какая... Разные варианты могут быть. Может, он биткоинами будет. Да, с перечислением на... Где ваша валюта? Замите валюту, да? Ну, погоди, я вспомню сразу, когда Зайц бегал. Ну, хорошо. Ну, допустим, ГИБДД понятно, да? То есть, он может как-то отслеживать уже технологию скорости, да? Машина превысила или там что-то... Либо сделал там алкоголь на опьянение, да? С помощью специальных датчиков может. Это только мне интересно, как он на обочине. Это какая конструкция, которая будет тормозить палочкой. В машине так же он будет сидеть? На самом деле, никаких вообще ни фотографий, ни видео, плюс несмотря на то, что четвертая версия. Да, кстати, просто первые три мы так и не видим. Да, то есть, мы не видели ни первых трех. Они где-то и застряли в какой-то разработке. Ну, хорошо. ГИБДД просто вот мне интересно. Он, этот робот, сидит в машине, либо у него напарник есть. Как составляться протокол будет, например? Печататься сразу. Из него, скажем, на мухой. Как-нибудь понятно. Ну, слушай, ну, вообще пространство для фантазии, да? Для разработчиков. Как хоть что-то и нашпигует, так сказать. Зато сразу такая передвижная, да? Сканер для карточки. Да. Сразу говорит, в общем, можете просканировать карточку, дай, пожалуйста. В общем, смотри, еще какая есть дополнительная информация, которая, в общем-то, очень важная в этой истории. Один робот будет обходиться 750 тысяч рублей. Один робот. Стоить. А его же как-то обслуживают? Да, обслуживание миллион рублей в год. Подели на 12 месяцев миллион, получается по 80 тысяч. А если брать, наверное, зарплату? Это один робот. Да, один. Сотрудник получает, я думаю, в разу в два, наверное, точно, наверное, может быть, меньше он получает. Ну, допустим, даже если 50. Ну, даже 50. То есть он должен заменить как минимум двух сотрудников, один робот. С ним можно сходить на корпоратив, в конце концов. Да, как это делать? Что делать? Вот роботы они пришли. Рабочий день, я понимаю, наверное, рассчитан на то, что он будет круглосуточно работать. Вот смотри, за 2-3 года устройство окупится, заверяют рабочие. Ну, все-таки, значит, круглосуточно. Однако пока полноценно использовать их вместо человека не получится из-за пробелов в законодательстве. То есть все, что нам мешает, это пробелы в законодательстве. А сейчас хоть так, прям хоть сейчас на дорогу. И в ФМС, и в Патруль. Ну, если они, роботы, настолько везде, в каждую сферу нашего везде вливаются, я думаю... Я что-то их и не видел еще пока. Ну, просто если вот твои слова... Так вот прям уж, чтобы бытовую. Бытовые, наверное, есть в Японии. Старый там бродатый анекдот, что там робот за 5 минут в Японии поймал 100 воров, в Китае робот поймал 200 воров. А в России за 5 минут робота, наоборот, украли. Робота украли. Поэтому... Кстати говоря, да, как с хищением быть? Вот, он же робот какой? Человек как бы все равно имеет какой-то отпор, да? Ну, там, подготовку сотрудников... Может, все-таки будет роботом. Он менял, да, в какой-то момент. Но робот, он же все равно, это такая машина, которая не пластичная. Вообще, какое оружие-то? Законодательство тоже, да. Зато меня ударил робот, докажи потом, вот, просто спишет потом на следующий день. Нет, у нас такого робота... Робота в тюрьму посадят? Везде вообще. В принципе, может, тема для размышления, да? В общем, история такая, да, что... Куда угодно можно. Мне кажется, это пока далекое будущее. Ну, они сроки, сами говорят, до 30-го года строится в цифровую И там же будет версия 4, не 5. Там уже, наверное, да. Там уже настоящие рыбакопы будут по улицам ходить. А как эти роботы, вот, если они как людей будут читать, да, там, ну, я не знаю, он проходит по базе данных, там, преступник, что-то сверяет. Там же надо... Есть же функции. Он будет оснащен специальным сканером, который сможет отсканировать отпечатки пальцев человека и сверить их с базой данных. В базе данных же сейчас как заходит? А еще распознавание лиц и камеры видеонаблюдения. Так что, в эти штуки, зайти там сейчас у всех графа, докажите, что вы не робот. Здесь он будет сработать. Капча. Да, да, да. Ну что, докажите, я не робот. Все, завис человек. Робот, точнее, киборг. Я не знаю, как, может, они киборги... Нет, киборг, кстати говоря, это пол-человек, пол-машина. Ну, да, я говорю, может быть... Это следующий этап. Следующий этап. Это IOS-робот. Ладно, к нашим новостям. Хорошие новости. В прошлой передаче мы с тобой рассуждали на тему, как спастись от медведя. И, наконец-то, спасение к нам прибыло. К нам едут люди из области, специально обученные по иммобилизации. Иммобилизации медведя. Из города. А, иммобилизация медведя. Что такое иммобилизация медведя? И что такое иммобилизация медведя? Как это означает, что... Ну, с одной стороны, иммобилизация — это как бы лишение способности передвигаться. Ну, как бы, вроде бы, термин обозначает это. То есть, его вроде бы... Это сувалировано, так сказать, отстрелить? Ну, его, наверное, не убьют. Убьют? Я надеюсь, что не убьют. Нет. Я тоже думал, что просто... Просто усыпят. Может быть, это слово подобрали как затруднение... Слушай, учитывая то, что здесь спецоперация, значит, приезжает сотрудник, я так понимаю, какого-то лесной охраны из области, приезжают специалисты из Мордовского заповедника, из Пушты, и они совместными усилиями вместе с нашим горлесхозом будут проводить эту спецоперацию. Я думаю, что его усыпят выстрелом, как это водится, дротиком. Примерно так. Да, как индейцы. Будут бегать по лесу с трубочками. Главное, в себя не попасть. И увезут в заповедник. Я думаю, произойдет все так, потому что там ему будет, наверное, спокойнее. Все-таки заповедник — то место, где ему никто не угрожает вообще. Если у него вообще есть естественные враги. Главное, чтобы мишку никто... Хорошая новость. Я думаю, мы наконец отдохнем спокойно. И те, кто занимаются спортом, ходьбой и прочим здоровым образом жизни ведут, спокойно смогут дальше ходить по терапии здоровья, заниматься садоводством в кремешках. Значит, все-таки подтверждение есть? Потому что когда мы в прошлой программе, как бы ни фотографии, ничего там... Значит, есть. Значит, все-таки подтверждение есть, есть целая спецоперация, которая приходит, ребята... Не просто и люди. Да. Но ведь они должны разработаться, наверное, получается, план, как его отловить. Наверное, у них же разные были, как... Сейчас, как говорят, ведется наблюдение по его миграции, то есть по перемещению. То есть, видимо, как ищут лежанки, задиры на коре он, там, мех где-то оставляет, на кустиках идет, у него там... С человеком, который не имеет этого, собственно, вместо... Продукты жизнедеятельности. Нет, я имею... Похоже на человека, который не имеет... То есть, который бомжует просто в лесу. Ну, место жительства, да, тоже. Бомжует в лесу его... Тут все правильно. Лежанки, разворотил муравейник, вспомнил детство, оставляет мех бородой зацепился, там, ногти ему надо постричь, он об корове что-то с ним делает. Ну, перепутали просто буквально, ну, человек просто там уже живет. Человек, Йети. Кстати, да, никогда еще, да, у нас вроде бы... Хотя где-то в области говорили, что вроде бы уже есть Йети, Чупакабра, кого только у нас. Слушай, извините, Йети нам вывезут. Как вот еще можно выманить медведя? Как его можно выманить? Ну, кроме, там, к слову, гули-гулика. Выследить. Не, выследить, как его попросить? Смотри, вот я себе, я себе как просто представляю, да? Ставишь кормушку, ставишь веб-камеру наблюдения и смотришь. То есть, все понятно, он есть. Да, он есть. Пришел, поел, приучил его к определенному сроку на третий день. А если патронов не хватило вот этих усыпляющих? Ну, мало, всякое бывает. Я думаю, будет засидка. Вообще, хотелось бы на него посмотреть, ну, просто хотя бы даже в усыпленном виде. Ну, предъявить общественности фотографию как минимум надо. Видео хотя бы предоставить, да? Если вот как они отснимут, например, что он пришел там. То есть, короче, берешь GoPro, цепляешь на себя, на этого, на стрелка с пневматикой, который будет с дротиком сидеть. Вообще, у нас очень много ютуб-блогеров, которых можно, в принципе, прямо с этой камерой туда заливать. Сами согласятся, еще даже денег не возьмут. Да, которые пойдут, говорят, и так, внимание, и прям вот с медведьем, там, я не знаю, съемки. Селфи, ну, и какие другие вещи. Ладно, еще новостей. На прошлой неделе у нас случилось аж два убийства. Прямо в один день. Не усыплень. Прямо в один день. Все в один день. Все в один день. Одно на улице Харитона, второе на улице Куйбышева. Значит, первое убийство из-за плохого борща. Серьезно? Да. Второе из-за неразделенной любви. Ну, то есть и то, и то, как связано с семейным... Такое, знаешь, бытовуха такая страшная. Значит, в первом случае мужчина сказал женщине своей, что ее борщ никудышен, за что получил удар ножом. То есть это прям был, вот, прям следственный... Прямо вот следственный комитет сообщает. Я тебе передаю эту новость. Так что аккуратнее сообщать своим женам о том, что тебе не нравится борщ. У нас город спокойный. Мы тут обсуждали в прошлый раз. Но вот такое иногда случается, что в один день какой-то всплеск на солнце. Ну, разного. Магнитная буря или еще что-то. И вдруг люди хватаются за ножи и лезут в драку. Слушай, а ты вообще готовишь? Да. Девайс, жена критикует? А или ты жену? Нет, ну, нет. Жену у меня очень блестяще вкусно готовят. Без всяких... Прекрасно. Это не то, чтобы я домой пришел, да, и что-то произошло. Нет, действительно, это так есть. Сам тоже люблю готовить, но почему-то не владею, знаешь, каким навыком. Быстро. То есть, если супруга делает это, используя все четыре комфорта, да, грубо говоря, то есть на одном то-то-то-то-то, я всегда использую одно. То есть, как будто у нее очень долгие это процессы. Четыре руки, как будто. Да. Она как бы это, как, не знаю, шивы, как это называть, богиня там в Индии, да, которая несколько рук, то есть она как-то вот, ну, умеет это. Я, нет, я делал все это медленно. Как-то ассоциируешь... Вроде бы вкусно, но, надеюсь. Ассоциируешь свою жену с богиней, это хорошо. Ну, как я... После этой темы я сейчас все буду говорить. Ладно, мы задали вопрос, этот же вопрос нашим горожанам, поэтому, Ира, тебе слово. Готовит ли у вас жена дома и критикуете ли вы ее за ее кулинарные шедевры? Ну, скажем так, второе готовит она, первое, почему-то она любит, что я готовлю. У меня жена, это чудо по приготовлению кулинарных изделий. И все просто восхитительно, я от нее всегда в восторге. То есть не критикуете? Нет, никогда. Нет, всегда все хорошо, вкусно. Я и сам хорошо готов. Нет, я в этом отношении нормально. То есть все вкусно? Угу. Здравствуйте, скажите, дом готовите? Дома, конечно. А скажите, родные, близкие, супруг критикуют ваши? Нет. То есть все вкусно, все хорошо? Нет, все хорошо. Нет. Почему? А потом уже готовят хорошо. Да. Как ты? То есть все нормально, да? Нормально. У вас никогда критики, то есть никакой нет? Да. А что, есть еще и критикуют? Есть еще и критикуют. Тогда их не кормить. Вы дома готовите? Да. А скажите, а супруг вообще вас когда-нибудь критиковал по поводу еды? И как вы к этому относитесь? Нормально. Критикуют. Критикуют. А как вы к этому относитесь? Нормально. То есть ничего такого, да? И исправляете? А? Исправляете свои шедевры? Да, стараюсь. А как относитесь к критике со стороны там своих родных и близких? Меня не критикуют. Нормально отношусь. Принимаю. То есть у вас там нет, да, никаких таких? Нет. Конфликтов никаких по этому поводу. То есть стараетесь исправляться? Ну, исправляться, конечно. Друзья, совсем не важно, как готовит ваш супруг. Главное, что он делает, это от души. Берегите друг друга. А у нас в студии появился Андрей Кочкин, как сам у себя считает, как плановым человеком. Сторонним человеком. Разно как? Разносторонним, разноплановым. Педагог, психолог Молодежного центра. Центра. Музыкант. И лучший спец. Не только сам пишет, да, песню? Слышит не только сам, нет. Ну, как это правильно называется? Автор песен? Композитор. Композитор. Певец. А еще, еще, с недавних пор, я так понимаю, это лучший специалист в области молодежной политики. Нижегородской области. Ну, это уже очень. В 2019 году. Ну, ладно, не надо. Спасибо. Мы тебя поздравляем. Да, был конкурс, региональный этап областной, и Андрей в нем победил. Сейчас отправляется на общероссийский, я так понимаю, да, уже теперь будет конкурс с тем же проектом. Сейчас мы о нем поговорим, но для этого нам нужно, чтобы ты ввел пароль от нашего Wi-Fi. Александр, какой сегодня пароль? Сегодня пароль достаточно простой, специфичный, супергеройский. Не боюсь этого слова. Пароль Росомаха. Росомаха, так Росомаха. Готово? Готово. Расскажи нам, это ведь не просто так, Саша, да, Росомаха? Ну, да, просто интересно. Я даже не удивлен просто, как бы, о внешности говорим, да? Я не знаю, может, колючие ноги, может, я поеду? Нет, я не удивлен, потому что, когда ты входишь в магазин, в АТО, там вот школьники или там маленькие дети, они, я уже к этому, да, ну, нет, да, ну, нет, да, ну, а потом смотришь, там, вот, думаешь, ну, как так-то? То есть, действительно, ассоциация такая есть, я ничего специально не делаю. Если уж говорить о, вот, в волосах, как бы, вот, такой внешности, у меня от деда такая внешность. У меня, у деда, как бы, который по отцовской линии, у него, вот, внешность абсолютно такая, у него волосы всегда вот таким торчком, если кто-то интересуется, гель, лак, нет, все натуральное, да. Сейчас, наверное, все такие, ну, 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 что же рассказываешь, что это стоит? Вот, то есть, ничего, никаких специальных шампуней, ничего. Хороший проводник тока, да, вот так вот. Кстати, да, ну, правда, вот, вот от природы. Ну, сами, от природы. Да, вот так бывает. Ладно, Андрей, расскажи, что за проект ты представлял на этот конкурс? Вот он называется «Короткое замыкание». Мне всегда это нравится, эта электрическая тема в разных музыкальных вот историях. Эта история вообще очень интересная, на самом деле. Перебью, сейчас некоторые, наверное, подумают, если что, типа, нет, волос даже, у вас уже сказали, что одену, да, «Короткое замыкание». Ну, а в истории еще интереснее, останусь подальше. Просто для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно направить проект. И долгая история была в том, чтобы с чем поехать. То есть, понятно, что хотели, чтобы поехал какой-нибудь специалист, какой-нибудь выбор, нужно было кого-то, у кого есть опыт, есть что показать. Я говорю, вы знаете, как бы, у меня есть только вот мой проект, который, как бы, вот, называется «Студия короткое замыкание» и вообще вот все «Рок движения в городе». Это не только мой проект «Дорог движения в городе», в принципе. И мне было бы интересно, если бы дали возможность об этом рассказать на хотя бы региональном уровне, я говорил уже не о всероссийском уровне, но в рамках молодежной политики. Мне просто хотелось, чтобы на это обратили внимание, что, в принципе, данная субкультура имеет огромный потенциал, как хорошего, ну, будем говорить, вот если чиновниками, инструмента молодежной политики. Это очень хороший ресурс для того, чтобы не отбрасывать там рок-музыкантов, которые не с продюсером занимаются, которые бизнесы этого строят, а просто вот увлекающиеся люди, что они могут быть полезны обществу, и что на них стоит обращать внимание, и что они ведут огромную деятельность. То, что не отрицательная субкультура. Да, даже если это протест, но протест можно выразить по-разному. И мне очень много времени понадобилось, чтобы убедить людей, которые меня направляли на этот кубер, что вот нужно показать эту идею. Ну, вот это был решающий факт. Когда я сказал, что просто за это я как бы поеду. Это мне интереснее. Да, вот за это я буду как бы воевать, как бы сказать, что вот это важно. Потому что здесь не только твоя личная там работа, или там твои личные интересы. Здесь, в принципе, интересы, ну, не побоюсь, ну, музыкантов нашего города. И мне было интересно представить эту работу на таком областном. Теперь уже на российском, получается. Ну, уже теперь в всероссийском, да. А о коротком замыкании, почему так? Ну, собственно говоря, опять же, вернемся к внешности. Это название клуба, и его придумали сами дети, которые первые пришли, ребята, ко мне заниматься в 2013 году. Мы думали над названием, как назвать вот наше объединение. И назвали его короткое замыкание. Уверен, что назвали за счет моих волос, которые торчали, как после того, как в розетку воткнули. Но, с другой стороны, я поддержал эту идею, потому что, знаешь, короткое замыкание – это что-то яркое такое, знаешь, там, бабах. Но это не группа, это именно вот… Это именно вот эта секция, или как это правильно? Он вообще клуб, который находится в молодежном центре, и он для, в основном, для подростков. То есть, вот те, кто, знаешь, 9-й, 10-й класс, 11-й класс, подростки, у которых зачастую есть какая-то группа даже уже. Они вот типа играют где-то, но им негде играть. И, собственно говоря, вот они приходят, просят, помогите там, допустим, можно ли у вас заниматься там. Ну, и смотрят, говоришь, да, в принципе, можно. То есть, не просто так они пришли, побренчали, как бы… Я тебе скажу так, большинство подростков приходят играть на гитаре, учиться, потому что они хотят спеть одну единственную песню для какой-нибудь там… Девочки. Девочки. Ну, понятно. Все. И, как бы, это не группы. А вот, чтобы стать коллективом, нужно понимать, что это, во-первых, работа, что это как семья, что это должно иметь смысл. И вот в этом клубе, как бы, у ребят появляется идея. Если даже ты не умеешь играть, и вообще, как бы, у тебя вот… Ну, есть ребята, которые, в принципе, приходят, говорят, мне интересно, там можно и фотографам, и организовывать все эти концерты. То есть, это огромная работа. За светом сесть, дым машинами, вот, все это вот… Просто барабанную установку вносить. Ну, просто даже в этой атмосфере быть. Это для кого-то очень важно. Тебя волнует, что в Саровске это музыканты у нас выходят куда-то? У нас есть, на самом деле, у нас есть яркие достаточно примеры, которые занимаются в плане, вообще, прямо скажу, бизнесом, да. То есть, они уже не в городе, эти ребята. То есть, как бы, в городе ты их, наверное, даже уже не стоишь. Они на большой земле. В городе, если мы говорим о локальном каком-то местном уровне, есть ребята, которые, в принципе, могут зарабатывать этим. Они могут и выступать на фестивалях, если, как бы, есть какой-то интерес. За так просто поддержать эту культуру. Но и у них есть спрос определенных клиентов, которые рады их видеть там на своих праздниках. На самом деле, мне кажется, что у нас есть определенный профессиональный уровень у многих коллективов. И причем, самое интересное, абсолютно разного направления музыкального. Начиная от блюз, рока, хип-хопа и до металла. И там, ну, экстремальных направлений. И я считаю, что, я абсолютно полностью уверен, что уровень профессионализма коллектива в городе, он очень хороший. Сколько сейчас, как воспитанников, членов этого клуба, сколько ребят занимается? Вообще, как бы, с годами больше, меньше интерес не пропадает? Интерес не пропадает. Причем, знаешь, самое интересное, потому что поколения постоянно меняются. Вот, грубо говоря, в 2013 году появился коллектив, который сейчас, там, Line Break. Они пришли в 13-м году или в 14-м. А сейчас уже, вот, прошло 6 лет, уже пришли другие ребята, абсолютно такие же молодые. Вот, все горит, хотим. И, причем, две группы сразу пришли. То есть, вот, проходит, буквально, там, какой-то период, 5-6 лет, и все, приходят уже какие-то абсолютно другое поколение. И, когда ко мне приходят ребята и говорят, ну, вот, какие аккорды? А, М, Ж, С. Я говорю, понятно все. Как бы, А, М, Ж, С, да. И первое, что мы делаем, просто хотя бы ноты учим. Ноты, да. Я раз хотел сказать, что как бы шезар. Даже не ноты в плане нотных грамот. Просто какая буква и какая это нота. То есть, вот такое издание, чтобы было. А бывает такое, обижается? Типа, вот, я пришел сегодня, например, на гитаре поиграть, а мы сидим, вот, учим ноты. Самое сложное, это когда человек уже что-то умеет, и он пришел, и уже что-то знает, и ты ему пытаешься объяснить, что он знает не совсем так, как это надо знать. И вот тут начинается очень много протестов. Грубо говоря, все гитаристы, а гитаристов у нас много, думают, что надо играть быстро. Чем быстрее, тем круче. Вот, вот, чтобы быстрее, прям вот. Чем быстрее, тем лучше. И ты приходишь, и мы очень долго сидим над тем, чтобы сыграй мне это медленно. Медленно, еще медленнее сыграй, пожалуйста. И это сложно. То есть, переучиваться сложно. Поэтому, ребята, как бы, если есть желание, идите в музыкальную школу, пока вам 7 лет, и еще есть возможность пойти в музыкальную школу. А начиная сегодня со своей любимой рубрики, российские чиновники грандиозно открывают странные вещи. Вот, например, в селе Новом Сахалинской области на днях торжественно открыли школьную аллею. И знаете, пройдясь по ней, сразу хочется начать читать классику, учить низу Пушкина, стремиться к новым знаниям. Между прочим, вся эта красота обошлась правительству области ни много ни мало в полмиллиона рублей. А у меня один вопрос. Что за халтура? Почему лебеди не из покрышек? На форуме «Россия Африка», о котором вы все наверняка слышали по федеральным каналам, под бурные аплодисменты прозвучала замечательная новость. Замечательная новость для стран Африки, конечно. Мы простили им долги на сумму 20 миллиардов долларов. Сколько это в рублях? Страшно представить. В это же время глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсии работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, которых, как вы уже поняли, нет и в ближайшее время не предвидится. Тем временем телеканал «Спас» анонсировал собственное реалити-шоу для православных. Участники три месяца проведут на острове в качестве послужников Нилы Столобенской пустыни, где будут узнавать себя и мир монастырской жизни. «Спас» называет свой новый проект первым в реалити со смыслом. Чтобы подать заявку, нужно записать видеообращение с объяснением, почему вы хотите трудиться в монастыре. А в Киргизии бывший кандидат в президенты Артанбек Абдулба, простите, Абдулдаев, в ходе пресс-конференции заявил, что он бог и станет президентом вселенной к 2020 году. Теперь полиция проверяет его по статье о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной и межрегиональной вражды. Вы думаете, у нас сдавать ЕГЭ сложно? В Индии заставили студентов писать экзамен по химии с коробками на головах. Вот такая у них борьба со списыванием. Министерство образования уже вынесло официальное предупреждение колледжу, когда фотографии разошлись по СМИ. Нам же остается надеяться, что наши чиновники не воспользуются этим ноу-хау в российских школах. Как сообщает канал Daily Storm, в Челябинск завезли 285 килограммов экзотики партии у вареной колбасы бутербродной с вирусом африканской чумы свиней. Чума это, конечно, для людей не заразно. Но даже суровые челябинцы завтракать ей почему-то не захотели. Андрей, вот ты быстренько прям сможешь, так как ты любитель, музыкант, за полминуты назвать группы музыкальных исполнителей по алфавиту. То есть на первый на А, на Б, на В, на Г, на Д, вот пять. Ну, на букву Д, например, мы дойдем. Готов? За 30 секунд. Здесь же можно время нам показать? А подожди, а алфавит у нас как говорят? А, Б, Б, Б. Так на английском или на русском? Обезразить, я знаю всякие. На иранском? На разном языке. Ну, как скажешь, главный статусный, Б, да, слышно, В, Г, Д, Д, Д. Готов? Три, два, один. Ария, Борис Гребенщиков, Виагра, Дидюля, Г, Градусы. Есть. Ну, есть. Ладно. Дидюля. Такой, по-прочему, в какой-то момент, меня кто-то услышал, знаешь, такой-то, сидит где-то, пишет, и из окна такой, этот, ну, свет просто. Ну, вообще, если кто не слушал, послушал, то Дидюля очень хорошо играет. Друзья, ну, о этом все. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Это был «Соседский вай-фай». С нами был Андрей Кочкин, педагог-психолог Молодежного центра и Александр Самофал. И Петр Смирнов. Все, до следующей недели. До новых встреч. Пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова